Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Статистика скорой помощи за новогодние праздники. Бери коньки, бегом на каток. На главной ёлке Десногорска погасили огни. Айти-технологии в борьбе с наркотрафиком. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Смолещине идёт на спад. Как отмечают в Роспотребнадзоре, среди учащихся уменьшилось число болеющих. Уровень заболеваемости ощутимо превышен только возрастной группе от 15 лет. Почти на 30%. У нас в городе случаев заболеваемости гриппом не зарегистрировано. Во вторник на планово-оперативном совещании у главы города начальник медсанчасти Десногорска Алексей Азаренков сообщил, что за 10 дней новогодних праздников было зарегистрировано 499 вызовов скорой помощи. В каких случаях десногорцам потребовалась медицинская помощь – в нашем следующем интервью. В период новогодних праздников основное количество вызовов скорой медицинской помощи пришлось на острые температурные вирусные инфекции. Также горожане обращались по поводу болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма. И как в праздничные дни, видимо, достаточное количество вызовов было с токсическим воздействием алкоголя. Благодаря принятию нового закона о независимой оценке квалификации работодатели смогут проверить квалификацию своих работников. Для этого они должны будут получить у последних письменное согласие и оплатить экзаменацию. При желании работники могут сами сдать экзамен, результат которого покажет, насколько их квалификация соответствует профстандартам и требованиям. В этом случае процедура экзамена оплачивается самим работникам. Автовладельцы получили право покупать полисы ОСАГО в электронном виде. В Центральном банке Российской Федерации полагают, что это позволит существенно повысить доступность услуги. Российский союз автостраховщиков заверил, что готов к обязательной продаже электронных полисов с 1 января. Практика продаж электронного ОСАГО существует уже полтора года. Однако до 2017 года продажа электронных полисов была правом, а не обязанностью страховых организаций. Вот и наступила долгожданная пора, когда любители коньков и лыж вдоволь могут насладиться снегом, льдом и свежим морозным воздухом. О том, какое самое излюбленное место для этого у десногорцев, мы расскажем в нашем сюжете. Работники предприятия «Тамтранс» уже не первый год готовят для нас долгожданный подарок – каток. И вот засверкала ледяная гладь, залиты дорожки двух горок. Ёлка ждёт своих гостей. И как только закончится рабочий день, зажгутся огни на ёлке, и каток соберёт всех – родителей с детьми, бабушек с внуками, друзей с подружками. Кто-то всегда будет помнить, как сделал первые шаги по льду именно на этом катке, а кто-то, как с фатагой друзей, носился по льду. Каждый вечер на катке людно. И хочется особенные слова благодарности сказать людям, которые не на словах, а на деле заботятся о жителях нашего любимого города. Студенты учебных заведений среднего профессионального образования с 1 января 2017 года получили отсрочку от призыва на военную службу вне зависимости от возраста. Отсрочка даётся на весь период обучения, но не свыше сроков получения образования. До 1 января право на отсрочку от призыва на военную службу имели только студенты техникумов и колледжей в возрасте до 20 лет. Законодательно урегулирован статус машиномест в многоэтажных паркингах и на подземных автостоянках. Теперь они стали объектами недвижимости. Машиноместа таким образом можно зарегистрировать собственность, купить, продать, завещать. В законе отдельно прописано, что машиноместа может являться предметом ипотеки. Нововведения касаются только тех объектов, которые располагаются непосредственно внутри здания. То есть речь не идёт о парковочных местах во дворах. В законе отмечается, что машиноместа могут не иметь стен, но их границы должны быть описаны и поставлены на кадастровый учёт. Вот и подошли к завершению яркие новогодние праздники. Салаты съедены, подарки получены. В преддверии Старого Нового Года на площади у администрации прошло последнее новогоднее мероприятие. Как всегда, по традиции, декада новогодних мероприятий завершается закрытием ёлки. В этом году, чтобы погасить огни на главной зелёной красавице города, пришли воспитанники детских садов и первоклассники. На праздники ребят встретили главные новогодние персонажи – Дед Мороз, его внучка Снегурочка и Зимушка Зима. Вместе со сказочными героями ребята танцевали, играли в подвижные игры и вспоминали о быстро пролетевших новогодних каникулах. Понравилось, как Дед Мороз с нами играл. И он очень был весёлый, танцевал с нами. А конфеты? Конфеты тоже понравились. В деревню ездила, и ещё я каталась там на горке. А тебе что, Дед Мороз? Мне подарился щеночка, не настоящего игрушечного, а просто все думали – настоящего? Настоящего? А я говорю – нет. Мы ходили на ёлку ночью. И ещё мы ходили на горку на эту ночью. И там катались. Если кончится мороз, снег растает белый, что же Дедушка Мороз бедный станет делать? Побежит с него вода, ручейками на пол, с бороды его тогда тоже станет капать. Добрый Дедушка Мороз, миленькой, любименькой, спрячься, Дедушка Мороз, в нашем холодильнике. Арома зелёной ёлки, море сказочный огней, и на улице сегодня как-то стало холодней. Дед Мороз писает на гости, я давно его жду, пусть подает мне подарки, а я ему спрячу. После того, как огни на главной ёлке города погасли, все юные гости мероприятия получили маленькие сладкие сюрпризы от Дедушки Мороза. Новые устрашающие картинки появятся на пачках сигарет в странах Евразийского экономического союза с марта этого года. У изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трёх месяцев, чтобы разместить их на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента союза. На пачках сигарет будут изображены поражённые болезнями органы человека, а также название заболеваний. Отмечается, что возможность выпускать сигареты в прежней простой упаковке ограничена серединой ноября 2017 года. С начала года в России вводится новый вид наказания – принудительные работы. Осуждённый к этому наказанию должен будет самостоятельно добраться в исправительный центр, где заключит трудовой договор. Он может пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а после первых шести месяцев работы уйти в отпуск на 18 дней. Из зарплаты осуждённого в доход государства будет удерживаться до 20%, а также расходы по проживанию в общежитии и оплата по искам о возмещении ущерба. 10 января на погранично-пропускном пункте Красная Горка задержали груз мясных полуфабрикатов белорусского производства. Инспекторы обнаружили несоответствие в ветеринарных сертификатах и на маркировочных этикетках. Груз вернули производителю. Задержанный организатор бесконтактного сбыта синтетических наркотиков и четверо молодых людей, выполняющих роль закладчиков. О том, как в наркотрафике участвуют современные технологии, смотрите в нашем сюжете. Оперативники установили, что организатор создал в интернете сайт, на котором предлагал приобрести наркотики, вёл переписку и звонил покупателям. Четверо его подельников делали закладки наркотиков на территории всего Смоленска. Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 21 года. В квартире организатора оперативники изъяли электронную технику и мобильные телефоны, по которым он общался с подельниками и покупателями. Он признал свою вину и указал места закладок наркотиков, в которых было обнаружено 40 пакетиков с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в пакетиках синтетическое вещество метилфедрон. Обвиняемые заключены под стражу. В отношении всей группы возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. И в заключении выпуска 2 января после профилактики был открыт Десногорский роддом. Персонал помог появиться на свет уже трём десногорцам – двум девочкам и мальчику. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова